Здесь вот находится база отдыха, спуск к реке, и мы проектируем такую территорию для отдыха. Начинающий проектировщик Амина Арчакова сейчас работает над созданием эскиза набережной в горной части республики. Эта зелёная парковая зона должна появиться на прилегающей территории к спортивно-тренировочному лагерю в Мужичах. По замыслу заказчика здесь планируется создать место семейного отдыха, где жители республики смогут не только проходить спортивные сборы, но и просто подышать чистым воздухом. Развитая дорожно-тропинчная сеть с использованием различных малых архитектурных форм. Скамейки, беседки, перголы, небольшая зона с качелями здесь будет. Проектом заложено. Естественно, озеленение, цветники. В окончательный вид любой объект приводят строители, но начинается всё именно здесь. Группа специалистов в несколько месяцев трудится, чтобы создать проект. Именно с него и начинается жизнь здания. Рашид Гулоев проектированием занимается около шести лет. Он здесь один из самых опытных. Окончательный план объекта собирает именно он. Проект школы на 720 в городе Корбилак. Это генплан. На участке размещается сама школа, трех разных площадок, стадион, баскетбольные площадки. Создание одного проекта состоит из 17 составляющих. Задача центра в короткие сроки сделать генпроектирование, составить смертную документацию, провести земельную планировку, разработать инженерные системы. И это только лишь малая часть от общей работы. Для этого привлечены около 30 сотрудников. В этом помещении у нас находится основная рабочая группа наша, где находятся все специальности, люди, которые работают по всем направлениям проектирования. Это и генплан, с которого начинается планировочная организация земельного участка, и это спецразделы, водоснабжение, экономизация, вентиляция. А главный раздел, конечно, самый объемный – это конструкции. Вот Диана у нас занимается сейчас, это рабочий проект у нас, Кровеческого музея, который будет, Республиканского музея Кровеческого. Сейчас она делает фундаменты на рабочей стадии. Здание довольно очень красивое будет в плане, сложное. И, соответственно, фундамент – это довольно объемная, большая работа. Проектный центр был создан по инициативе главы республики. В ноябре 2019 года он начал свою работу. За это время создано более 40 проектов для строительства социальных объектов. За прошлый год созданы проекты трех школ в Коробулаке на зрании сельском поселении Сурхахи. Проект капитального ремонта Дома культуры Сунджи и не только. С начала года мы 41 миллион уже отработали по этим новым объектам. У нас сейчас, непосредственно, мы сейчас новые программы, пока ремонтным школам. 13 школ мы уже прошли экспертизу, подали федеральный бюджет на 2022 год. Сейчас готовится еще один из школ, это у нас последующие, когда, 2023-2023, 2024 год. То есть то, что заказывает нам Минстру и необходимые деньги, чтобы получить республику, мы это делаем быстро. Второе, это крупный объект, это очистка очистных сооружений в городе Сунджи. Вроде финансирование уже защищено тоже, также этот проект является стратегическим. Мы планируем сбросы от Коробулака, Нестеровска, Троицка и Сунджи в эти очистные сооружения. Пока первый этап мощность 16 тысяч кубов, с последним расширением до 32 тысяч кубов. Это какой метап? Этап сейчас идет тендер, но мы не смотрим на это дело, мы работаем параллельно всегда. Выиграем, не выиграем, мы все равно это государственная задача выполняем. Потом у нас идет больничный комплекс, это Алиюрт, там где сейчас строится школа и детский сад. Там же предусматривается больница, склады и подмедицинские препараты. И тоже ФОК там хотим на этой площадке запроектировать. Но я еще раз говорю, мы работаем по программе финансирования. Это общая, так сказать, стратегия правительства, чтобы объекты государства назначения проходили здесь у нас, в основном у нас, разработка проектов документации, получение экспертизы, потом включение федеральной программы. То есть мы делаем проекты именно больше государственного назначения. Они должны соответствовать государственным программам, которые финансируются федеральным бюджетом. Вот это наша основная задача. Сейчас проектный центр также занят созданием крупного водозабора. При помощи горной реки планируется обеспечить большую часть республики талой чистой водой. Это еще и существенно снизит энергозатраты. Живительную влагу не надо будет выкачивать из недр. Она сейчас большая программа по водоснабжению республики Ингушетия. Сейчас намечена стратегическая работа. Мы уходим от энергозатрат. Сокращается расстояние по подаче води. Меняется диаметр, в связи с тем, что население увеличилось. Все старые трубы наши, они по диаметрам, по сроку службы уже вышли из строя. Но все это делается для того, чтобы попасть в федеральные программы там, где есть финансирование. Именно вот в этой части сейчас правительство выделило денежные средства на разработку проектной документации. За последние 10 лет это первый раз я вижу такую поддержку. Потому что раньше не было денег на правительство, в бюджете не хватает таких средств. Поэтому эти объекты сейчас как первоочередные разрабатываем. У нас основное стратегическое направление это Асиновский водозабор. До 100 тысяч кубов в сутки. При правильной транспортировке он дойдет до Молгобека и до Назраня. То есть мы затрагиваем от Алкуна все прилегающие населенные пункты, которые идут вдоль магистрального водовода, до Карабулака, оттуда самотеком до Сунджи, оттуда самотеком до Назраня и под напором до Молгобека. То есть не то, что объем воды, но и качество воды. Это то, что разливают сейчас в бутылках. Это обанхи, это масса. Это тоже того же качества вода. Плюс она бесплатно считает. Главное, чтобы охранную зону соблюсти, в этом месте мы делаем водозабор. Дальше она по всем параметрам подходит. Мы несколько лет изучаем эту воду на предмет бак-анализа, хим-анализа. Сейчас у нас получилось открыть финансирование по проектированию с федерального бюджета в рамках Церковь Казской Республики. Ведется работа сейчас главой на правильные письма на имя Путина. Уже одобрение есть по этим объектам. Центр может оказывать проектные услуги не только республике, но и другим регионам страны. Для этого есть все необходимое как в кадровом, так и в документальном плане. Муслим Гадиев, Мухаммед Белокиев, Новости 24.